Здравствуйте! Вы смотрите iNews в студии Андрей Соколов и прямо сейчас самое интересное из мира высоких технологий. Вышедшие недавно смартфоны компании Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus удивили всех не только своими подрувшими экранами и характеристиками, но и ценой. Новое поколение девайсов стало заметно дороже. В частности, младший iPhone 6 на 16 гигабайт обойдется у нас в 32 тысячи рублей, а iPhone 6 Plus с таким же объемом памяти в 37 тысяч рублей. Топовые версии на 128 гигабайт будут продаваться и вовсе по космическим ценам. iPhone 6 — 42 тысячи рублей, а iPhone 6 Plus — 47 тысяч рублей. Поэтому специалисты портала macrumors.com решили подсчитать, во сколько обходится самой Apple производство каждого iPhone 6. Таким образом, можно подсчитать, какую валовую прибыль компания получает с продажи каждого нового устройства. В случае с младшей версией iPhone 6 на 16 гигабайт стоимость компонентов оценена в 200 долларов. Аналитики, проводившие расчеты, сразу сделали оговорку, что затраты компании Apple на научные исследования, разработку программного обеспечения, маркетинга и дистрибуцию продуктов здесь не учитывались. Стоимость компонентов iPhone 6 Plus различных версий в среднем на 16 долларов больше, чем у младшего собрата. Другой интересный факт, который отметили специалисты macrumors.com, это то, что Apple по-прежнему не может полностью отказаться от услуг Samsung по производству компонентов. В частности, южнокорейский гигант поставляет 40% всех процессоров А8, которыми оснащаются новые смартфоны Apple. В России наращивает темп и так называемое освобождение от мобильного рабства. Как сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, услугой сохранения номера при переходе от одного оператора к другому воспользовались более 620 тысяч россиян. Каждый день избавляются от мобильного рабства и переходят от одного оператора к другому около 3-4 тысяч абонентов. Напомним, услуга переносимости мобильного номера позволяет закрепить сотовый номер за абонентом, независимо от используемого им оператора мобильной связи. Предоставление услуги в тестовом режиме началось в России с декабря 2013 года, а с марта 2014 появились правила жесткого ограничения по срокам переноса. Не более 8 дней. Ну а теперь новость, которая будет интересной для тех, кто не умеет или только учится готовить. На одном из стартап-сайтов представили умную сковороду. Устройство имеет три встроенных датчика, которые контролируют вес ингредиентов, температуру и влажность. Данная информация передается через Bluetooth на ваш смартфон или планшет и отображается в специальном приложении-компаньоне. Последний может функционировать в двух режимах. В первом режиме вы выбираете из каталога нужный рецепт и далее следуете инструкции по приготовлению. В ходе готовки вам будут демонстрироваться инструкции по нужному количеству ингредиентов, регулировке температуры и времени создания блюда. Во втором режиме на телефон будет передаваться информация с датчиков в сковородке, что облегчит процесс готовки в том случае, если нужного вам рецепта нет в каталоге приложений. Если разработчикам удастся собрать необходимые средства, то поставки умной сковороды начнутся в октябре следующего года. В завершении наша рубрика видео. Немецкая компания Smart решила необычным способом заставить пешеходов соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу только на зеленый свет. Чтобы привлечь внимание людей, светофор заставили в буквальном смысле танцевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Watch me dance now. Субтитры сделал DimaTorzok Пока на этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира высоких технологий. Также присоединяйтесь к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Ее адрес вы сейчас видите на экране. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok